Итак, всем привет! Продолжаем разбирать задания собеседований. Сегодня мы поговорим о потоках streams. У нас следующее задание. Значит, есть список с числами, причем объекты типа integer, а не int. Используя потоки, отфильтровать все четные числа, затем умножить каждый из них на два. И соберите результат новый список. Напишите метод, который выполняет эту операцию, вводит результат. Так, все как обычно, да? Давайте создадим новый класс. Streams, streams, main. Давайте сначала коротко проговорим, что такое вообще потоки или стрим. Хотя по-русски, опять же, чаще говорят стрим, чем поток. Значит, поток — это некая последовательность каких-то объектов, над которыми мы можем выполнять некие действия, чаще всего с помощью лямбда-выражений или лямбда-функций. И причем результат выполнения одного действия, он может становиться входным параметром для следующего действия. То есть такой, как говорят по-русски, pipeline получается. То есть выход, результат одного действия является входным параметром для другого. Выход, вход и так далее. Давайте посмотрим, как это все работает. Static, void, main. Значит, давайте создадим список. Да, есть список целых чисел. Причем именно класс Integer должен для этого использоваться, а не просто Int. И у нас, по-моему, название было даже. Название, numbers. Да, есть название. Мы используем название. И, значит, мы используем статичный метод из Array, Arrays as List. И здесь мы с вами просто перечисляем вот так десятку, да, до десяти. И дальше мы с вами смотрим. List. Естественно, тоже Integer будет результат. Result его назовем. И, значит, наши числа сначала мы переводим в стрим. И дальше начинается самое интересное. Значит, у нас есть метод filter. В качестве входного параметра у него некий предикейт. Да, это некая лямбда-функция, да, результат которой должен быть true или false. Да, то есть, в принципе, это некая логическая лямбда-функция. Значит, назовем number n. Да, это у нас в качестве входного параметра n. То есть это все объекты последовательно мы перебираем, которые есть в нашем списке list. То есть это тип Integer будет. И нам нужно было все четные числа. То есть, чтобы проверить, является ли четное число или нет, мы делим его на 2 и берем остаток. И, соответственно, проверяем, является ли остаток нулем. Если остаток 0, значит число, соответственно, число является четным. То есть, дальше результат у нас все числа, которые удовлетворяют этому требованию, то есть true, мы получаем в качестве выхода. И дальше мы создаем новое действие над теми числами, которые четные. И надо было их умножить на 2. Для этого есть универсальная функция map. Опять же, у нее в качестве параметра некая лямбда-функция, в которой мы, в принципе, можем делать, что хотим. Здесь никаких особых ограничений нет. И то же число. Точнее, не то же число, а каждое из четных чисел. Мы с вами умножаем просто на 2. И после этого создаем новый список. Собираем их в список collect. И там было collectors to list. Collectors to list. Так, что нам тут жалуются? Can be replaced to list. Ну, хорошо, давайте так сделаем. Вот. И, собственно говоря, теперь result for each. Вот так сделаем, да? Опять же, ссылка на метод. Method reference. Уже с предыдущего видео, где мы говорили о лямбда-функциях, это появлялась запись. Уже есть комментарии, что неплохо бы сделать именно некое обучающее видео и по лямбда-функциям, и по подобной записи. Поэтому, скорее всего, она появится, наверное, на следующей неделе. Вот. А сейчас мы давайте запустим. Так, это нам не нужно. Это у нас лишнее. Это у нас тоже лишнее. Давайте запустим, посмотрим, как это все дело работает. Так, ну, значит, что мы с вами видим? 4, 8, 12, 16, 20. С этого мы умножали на 2. Значит, изначально вот из этого списка мы с вами получили 2, 2, 4, 6, 8, 10. Да, то есть все очень просто. Да, ну, собственно говоря, задание достаточно простое. Да, еще раз. То есть просто знать концепцию потоков, стримсов, да, знать определенные методы, которые здесь есть. Это фильтр, который фильтрует, да, то есть ему нужна в качестве параметра некая логическая функция. Мап более универсальный, делать, что мы хотим, да, и помнить, что эти методы используют лямбда-функции. На сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, видео было полезным, понравилось вам. Если есть какие-то вопросы, комментарии, сомнения, предложения, например, на какие темы было бы неплохо составить вот такие вот задания, то пишите в комментариях. Также не забывайте подписываться на YouTube-канал, на Telegram-канал. Ставьте лайк, оформляйте подписку. На сегодня все. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok